ни хау непонятно что делать здесь не работает опять типа дом горел нифига себе походу подпалили специально пока нас не было что делать запчасти нету даже не пойму звонил в ламмаде ремкомплект спрашивал я этот ну цилиндров один вроде только есть в мурманске не оригинал а остальные только на заказ 5-6 дней я не знаю что делать хрен его знает я посмотрел ремкомплекты в автопитере есть две с чем-то 2 300 или 2 500 ну на заказ тоже 2 они там приедут или 3 но вопрос я не знаю какое качество приедет понимаете чем все дело мне не интересует какой то там чтобы опять я купил эти ремкомплекты хер поймешь кого кого производства и они не подходят меня это не интересует и нужны нормальные ремкомплекты он магичные по крайней мере не оригинальные подходят все четко ну по крайней мере раньше подходили как вообще четко я даже не знаю чего делать блин вообще беда полная и дусу звоню он трубку сейчас не поднимал хоть новый комплект заказы запчастей но все эти пальцы шмальцы и чтобы он отправлял опять их снова только уже этим не с деком хуеком а именно деловыми что ли вообще писец попадос конкретный на просто попадосе на конкретные с этой системой блин так что они столько не могут восстановить эту доставку это вообще бред какой-то и может они вообще развалились и кинули всех на грузы я фиг знает вообще понять ничего не могу что происходит ну сколько там это сбой программа ладно там один день так уже сколько дней идет сбой программа они до сих пор не выдают и принимают груз сейчас даже если но поехать забрать оттуда груз ты его не заберешь наверно ну допустим его забрать и отвезти в другую тростную компанию а как ты его блять заберешь то где они его найдут это просто писец какой-то нахуек сейчас звонил человеку я у которого молоток хотел купить он говорит блять заказов типа вообще дохуя якобы я не знаю где там и дохуя откуда у них заказы типа блять я езжу говорит так ну после работы там по выходным по 3500 я почем по 3500 и говорит блять вообще проблем нету надо поднимать до 4 ясно хуй надо 4 подымать я по 3500 году год копал блять ебта блять год уже по 3500 копала вы только блять в дупле ли что на поднимать цены на короче к чё ты сделал эти заказы перекину к воду сделал я еще ничего не сделаешь и даже еще ничего не пришло запчасти чтобы я чтобы я сделал так еду к токарям может быть час узнаю раз точно ними дырки или нет нету на заказе к вам нарисовался тут но на часик может быть полтора интересно будут там камни крупные или нет если будут крупные камни но нет не возьмет он хотя я вместо камни не ложил я до туда не мог доехать там какая ты себе хопат тонула немножко в том месте но я по-моему там камни не складывал сейчас точно не помню ну поглядим на что миник способен короче позвонил лома деревьев комплектов нету в наличии я буду как так серёг моешь елки-палки он говорит ну блин тяга это маленький размер хули горит ты хоть я гути по ногу поэтому нету выдавит лишь по новее это больше диаметром на 90 а у 50-ый я поэтому на это говно вы не держите ну тип того ну заказ 5-6 дней 3 300 что ли и тусу позвонил он говорит 1700 или 1800 что-то примерно турецкие какие-то но опять чем отправлять лома тигрит сегодня уже заказать не смогу только в завтра закажу 5-6 дней будет ехать черт я вообще я не знаю что делать это вообще бредятина паранойя токаря сказали завтра приходи сегодня не сделаем но я ходил там про игры давайте сейчас все время что два часа дня давайте еще сделаем да нет типа нет да я не стал бы делать лишь ехать надо было копать я уже знал просто состоял там мозги им компенсировал все равно время добыла свободно мне надо было что-то поделать а я боки мы все попросили ведь от снега здорово серёг нашел а может его там и нету есть сейчас он туда мне ехать вот сейчас закину его и туда отвезу надеюсь он работает никакие тут теракты блять мне не проявили мы ходят злодеи какие-нибудь короче не знаю что теперь своим комплектами сделать заехал вздек они сказали мы сейчас посмотрим где они перезвоним пока не звонят поэтому я не знаю где сейчас мой груз может быть он вообще уже кстати и в мурманске сортировочном центре это неизвестно я все закрываю ну наху ёпта поймут долбоёб что-нибудь делает насыплет подсыплет и потом будет пиздец наху вот таким целлофанами теперь закрываю торпеду да сдэк конечно подставил проставлять какие там будут им неустойки ну выставлять за просрочку заказаны и все остальное вот ведь сейчас воздух не подсасывает и нормально заводится а было что воздух подсасывал и он ни хрена не заводился он заводился глох из-за этого насоса за китайскую который стоял я думаю чем заводится глохнет мне можешь быть такого он правильно воздушился и все поэтому и глох так сейчас надо зацепить трал где там стал бы то их внизу за хуярить быть стал бы еще короче бздэк в очередной раз меня подставил ну там был один день просрочки два блять но сейчас конечно вообще конкретно жесткая тема бздэк почти почти что да конечно где-то вот так примерно раньше точно помнил какое расстояние вот здесь вот сейчас уже все позабывал еще где-то 15 сантиков надо подъехать вот так вот наверно перелет даже были на перелет центральным колесом этим не пользуюсь потому что у меня но не надо постоянно с ним проблемы с этим колесом то камень уебешься то еще что-то короче не пользуюсь но зато им легче собираться не надо поднимать а так приходится так раз-два-три опа и все и все одета только единственное что балансир надо снимать иначе иначе не поднять будет трал все в принципе можно загружаться ехать копаем помаленьку земля еще промерзшая здесь шибко хочет копаться там копал-копал остановился не копается поэтому снег видите еще лежит под низом там я не знаю куда там снег короче там снег был там копал-копал бросил не идет лед еще не снег а лед а здесь вот снег не знаю почему наверное не с прошлого года наверно как-то и сейчас все это откуда-то взялось сделал себе съезд такой потому что съезда не было я вот сделал съезд из того грунта который там выкопал проехал сюда теперь могу здесь копать стоять потому что я до этого не мог это сделать по моему я сюда камни в свое время не уложил должно копаться здесь в принципе то было а 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 Ага, вон снег опять Может они когда копали сюда наложили, я хер его не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Заказчик стоял, стоял, смотрел, потом что-то смотрю Пошел Ох ты, нихуя себе Нехилый камень Я боялся, что меня перевесит просто, вон там снег, видите, не знаю откуда Возможно экскабатку копал и сюда накопал, но как вариант Голубы с ним, не знаю Голубы с ним И это вот так примерно. И это примерно вот так. И это вот так. Что-то СДЭК не звонит. Где мой груз? СДЭК Как я говорил, забор упал. Он его не мог открутить. СДЭК 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 Хочу попытаться лёд этот отковырять здесь вот с холмбоком. Да, вон он там, всё промёрзшее, блин, а. Не знаю, получится ли, не получится. Вроде вот так вот красоту подновёл. Вроде нормально. Мягкого туда сейчас добавим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова здесь нету ничего так здесь и никогда ничего нету ну во первых у меня старая модель это первое хотел ремкомплекты сегодня купить на цилиндры он к 5-6 дней якуну чё за херня серёг он говорит так а чё у тебя старый у тебя 80 диаметр а у нас у всех ну 90 здесь ведь чем и ну типа мы не держим такой хотя раньше я брал 5-6 дней не звонил сосед на покопать там короче я говорю я занят типа я бы там экскаватор работает полноповоротный горю подойди к нему спроси короче дать он уже за уехала так экскаватор вроде как насколько я понял короче ну ладно я еду с подошел смотрю у него выкопано я хочу выкопал до его кто копал тачок он куда типа там три в одном или что-то два в одном я два ну как у тебя говорить я грудь еще как у почем было он будет по трешке я город блин не горит он говорит лучше бы не копал дышки это камни выкопал я грудную чё там чё он их не взял не горит не может взять я грудную и заберу так она еще промерзшие все говорю конечно он не мог взять друг я гусюши но он берет этот стоит же этот большой гусянка копает беру подойди к нему когда я подошел беру берете по час гретосичок и копнул я бы там заезжать то будет он где не сломает заезд блин он заезд можно сломать три секунды понимаете потому что там переезжать будет через этот экскаватор их она будет он ему сломает бордюр бетонный наставлю так вот потому что высота стяжка небольшая сантиметров 40 а там насквозь идет насквозь идет все это дело будет ехать возьмет лиц сломает этот бетонный заезд что потом делать там представляете все это переделать офигеешь но он и забор может завалить короче игру делайте думайте попробуйте может быть и получится прочее и